20 минут о красивой жизни в непростых санитарно-экономических условиях это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте куда пойти учиться вопрос выбора будущей профессии тема горячих обсуждений и жарких споров в семье где есть выпускники как выбрать правильный и перспективный вуз в эпоху когда профессии стремительно исчезают и какие качества в этой связи необходимо в себе воспитывать этим вопросом был посвящен семинар помоги своему ребенку поступить правильно мы говорим о психологических особенностях поколения за это том как помочь ребенку справиться с волнением и стрессом в самый сложный период его жизни в период вступления в вуз период окончания школы мы говорим им обязательно что нужно познакомиться о том кто преподает на этой программе мы говорим о том что сейчас абсолютно открытая информация какие университеты существует база практик мы им говорим о том что сейчас также в доступе информация о том куда можно пойти работать получив эту специальность и с какими компаниями сотрудничать то ли иное учебное заведение немаловажным является научная деятельность университета потому что те гранты те так скажем лаборатории которые существуют в университете они тоже дают мощный толчок для развития молодого специалиста иногда кажется что вопрос поступления вузы больше всего волнует родители нежели самих выпускников эта проблема действительно относится к категории вечных но и с этим можно справиться с помощью психологов каждый делает выбор сам и ребенок имеет право сделать выбор самостоятельно и потом нести ответственность за этот выбор тем более правильного или неправильного выбора быть не может сейчас настолько все быстро меняется что ребенок потратить какое-то время переучиться и найдет себя потому что это в любом случае поиск никто не знает заранее кто он и что ему будет интересно через пять лет все мы меняемся очень много тревог у родителей и это отдельная работа потому что мы так тесно слеплены с нашими детьми мы на моменте их такой нашей сепарации эмоциональной да в моменте подросткового возраста тоже переживаем ряд ряд состояний и родителям сложно сложно потому что они воспринимают выбор ребенка а профессии да или способность пережить какую-то экзаменационную часть как свою проблема выбора учебного заведения задача трудно еще и потому что некоторые профессии постепенно вымирают к тому же обладатели дипломов часто не работают по специальности в этой связи эксперты рекомендуют не только изучать профильные предметы но и воспитывать в себе умение адаптироваться на сегодняшний день ряд профессии будет вымирать и какие-то деятельности будут уходить за своей ненадобностью потому что технологически можно решить этот вопрос но особенности профессии будут связаны именно эмоциями именно эмоции делает нас с людьми делать можно с индивидуальными со собственным опытом еще собственными переживаниями делай нас уникальными и уникальность профессии и как ты будешь представлен в профессии они реально профессии в будущем будет руку подчеркана подчёркнуто именно твои уникальностью профессия блогера да одна из самых востребованных профессий на ближайшее время, 100%. Блогеры, влогеры и все, кто делает маленькие короткие видео. Сейчас, как стало известно, ТикТок вышел на первое место среди социальных сетей в Европе и в США, и поэтому все, что делается в ТикТоке, будет трендовым еще в ближайшее время. Если сейчас блогер – это популярная профессия, стоит задуматься над тем, что с ней будет через 3-5 лет. Быть может, умение общаться с аудиторией в соцсетях станет обязательным навыком для профессионалов самых разных сфер. Пожалуй, главный универсальный совет как для выпускников, так и для их родителей – это научиться преодолевать страх перед неизвестностью, быть открытым ко всему новому, но и готовым к неожиданностям, как показывает нынешняя ситуация. Вы смотрите Beauty Time, и мы продолжаем рассказывать в нашей программе о бьюти-инновации. Эту рубрику ведет бьюти-эксперт, блогер, которая многие из этих процедур попробовала на себе сама. Я Елена Бронникова, и я являюсь бьюти-экспертом. Все свое детство и юность я провела в салонах красоты, потому что это наш семейный бизнес. Как мы все знаем, татуаж держится в течение пяти лет, но если вас не устраивает ваша форма бровей, либо цвет, либо он сделан некачественно, все это можно решить с помощью лазера. Лазер удаляет перманентный макияж и татуировки, и я сейчас покажу, как. Во время процедуры чувствуется легкое покалывание. Впоследствии в течение суток у вас остается покраснение, но через два часа после процедуры вы уже можете пользоваться декоративной косметикой. Для того, чтобы избавиться от татуировки полностью, вам потребуется несколько сеансов. Сколько именно вопрос индивидуальный. Это зависит от характера пигмента, качества нанесения и от того, как давно был сделан татуаж. На этом все. Меня зовут Елена Бронникова. Естественность – это хорошо, но я за ухоженность. Центр косметологии «Мерлин». В нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности. Для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию, аппаратное и инъекционное омоложение, удаление шрамов и тату, выполнение и коррекцию татуажа. Звоните 268 05 07. Центр косметологии «Мерлин». Ждем вас на улице Свободы, 32. Преискурант на сайте вселенка.ру. Школа маникюра и педикюра «Лаки». Учим грамотно и с душой. Лучших выпускников трудоустраиваем. Онлайн-запись учеников и моделей на сайте lakyschool.ru. Ювелирный бутик «Частная коллекция» представляет уникальные работы ювелирного дома «Моисейкин», шедевры которого украшают коллекции президентов, монархов, премьер-министров, звезд кино и сцены. Эксклюзивный представитель дома «Моисейкин» в Челябинске – ювелирный бутик «Частная коллекция». В настоящий момент работаем в режиме онлайн. Телефон плюс семь девятьсот двадцать два, семьсот пять, восемьдесят восемьдесят пять. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. МАХВА. Первые для первых. Этой весной, когда еще проходили культурные и спортивные мероприятия, представители танцевального спорта нашего города сумели завоевать престижные награды в турнирах российского и регионального масштаба. Подробнее об этом в репортаже «Бьюти Тайм». Прежде чем в нашем городе отменили спортивные занятия, представители танцевального спорта успели завоевать престижные награды в своих дисциплинах. Акробатический рок-н-ролл в Челябинске только набирает популярность, но уже есть хорошие результаты. Так, например, Ксения Гонцова и Владимир Козлов выиграли чемпионат УРФО в категории юниоры и юниорки. Мы существуем всего три года. Это, я думаю, небольшой старт, такой неплохой для нашей федерации. Не так давно мы ездили в город Нефтьюганск, на Уральский федеральный округ, где пара заняла первое место. Пара у нас делится именно на акробатические, но по изменениям последних правил у нас практически везде добавилась акробатика. И на полуакробатические, то есть более танцевальные пары. А формейшены, ну, они танцуют только короткую, либо длинную программу. Тут больше все зависит именно от ребенка, от его желания и от родителей. Коллеги по федерации танцевального спорта Ирина Черепанова и Станислав Зелянин впервые в истории стали чемпионами России в европейской программе среди профессионалов. Новые чемпионы России, среди профессионалов, финалисты чемпионатов мира и Европы в всех крупнейших турнирах Станислав Зелянин и Ирина Черепанова. Это самые взрослые титулованные спортсмены, потому что они являются уже к этому данному периоду финалистами чемпионатов Европы, финалистами чемпионатов мира. И они были 4 года парой, представляющей Россию. Они были серебряными призерами чемпионата России. Очень сильное было поколение, 89-90 год рождения, 91-92 год рождения, которые начали действительно в этой школе. Прошли весь путь долгий, юниорский, молодежный, взрослый, потом уже профессиональный. Я считаю, что это гордость, это большое достижение не только для Челябинска, Челябинской области, а в целом, потому что звучит город, звучат имена, которые выросли здесь. К настоящему моменту, когда в мире отменены все запланированные турниры, наши спортсмены тренируются удаленно. Но они продолжают общаться с наставниками онлайн, чтобы сохранять свою физическую форму. Технические тренировки каждый производит дома и высылает обратно тренеру. Кстати, и традиционный весенний конкурс «Хрустальная копель» в этом году также проходит дистанционно. Коллективы присылают свои номера на видео. Нами был сделан замечательный номер под руководством Ирины Медведевой и Никиты Гридасова. Замечательный номер, который мы отослали, который прошел уже первый этап, и двигаемся мы дальше в этом направлении. Исполнили его ребята юниорской молодежной группы, очень замечательно, чувственный, проникновенный, который вызывает действительно и у родителей, и у зрителей, и у всех детей вызывает настрой определенный, буквально мурашки, потому что это то, что есть у каждого у нас в душе, у каждого русского человека, у каждого россиянина. Традиционный Кубок губернатора Челябинской области по бальным танцам, крупное международное событие в этом году пройдет в сентябре. Да, мы приняли решение с оргкомитетом Кубка губернатора 2020 о том, что мы проведем его впервые за 19 лет не весной, а проведем его осенью. Но это было сделано нами еще до начала 2020 года, в конце 2019 года, в силу того, что мы предполагали о проведении шоссе-брикс, и хотели бы, чтобы были сделаны основные приготовления, основное проведение, и после уже без суеты и без спешки провести наше соревнование, потому что у нас ожидалось тоже порядка 20 стран. А пока челябинские спортсмены, как и все вокруг, пребывают в ожидании перемен к лучшему, когда можно будет приступить к полноценным тренировкам и снова участвовать в соревнованиях. Вы смотрите Бьюти Тайм, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Комбинезон. Эта категория униформенной одежды вовсю эксплуатируется фэшн-дизайнерами. Очень популярны летние комбинезоны в стиле сафари, модели на выход из шелка или атласа, и даже в холодное время года с помощью комбинезона можно разнообразить свой гардероб. Если раньше это был более урбанистический образ, утилитарный, такой милитари или сафари, то на сегодняшний день это вполне может быть комбинезон и для выхода в свет, и для вечеринки, и для работы. То есть он стал таким более универсальным. В ожидаемом сезоне весна-лето практически все дизайнеры представили в своих коллекциях комбинезон. Он теперь представлен у разных дизайнеров по-разному. Мы его можем выполнить в любой ткани с использованием разных конструктивных линий, деталей, аксессуаров. Для примера хочу вам показать минималистичный от Armani. Тонкая парусиная ткань. Это более минималистичный такой стиль городской. И более классический вариант такой в стиле сафари от Dolce & Gabbana. Более утрированные детали здесь, более гротескные и увеличенные. Если говорить о Chanel, то это более деловой или вечерний может быть даже вариант, выполненный из рогожки. Что можно сказать о ширине брючин, то сейчас она меняется. Это либо кюлоты, то есть укороченные широкие брюки, либо длинные широкие брюки. Или популярная модель брюки Mams, когда талия завышена и сами брючины имеют яйцеобразную форму, более объемную, со складками и зауженные к низу. Если говорить об индивидуальном заказе, а в нашем этом проекте мы и говорим об индивидуальном заказе, то комбинезон это как раз та самая вещь, которую чаще всего заказывают в ателье по персональным меркам. В ателье приходят для того, чтобы получить вещь максимально комфортную, удобную, такую, какую хочется. И именно в ателье это делается по вашим индивидуальным меркам, с учетом специальных прибавок, потому что комбинезон достаточно сложная конструктивная вещь, ее трудно посадить на фигуру. Именно поэтому масс-маркеты не могут выпускать их в достаточном количестве и в нужном ассортименте, которое нам хотелось бы. С подобной идеей ко мне пришла Лариса, клиентка. Эта ткань смесовая, здесь шерсть, вискоза, немного люрекса. И вполне в таком комбинезоне можно проходить весну, осень и зиму. С учетом того, что Лариса более-менее терная женщина, выбрали клетку менее контрастную, как раз вот такие темно-зеленые и черные тона, и раппорт выбрали поменьше. Использовали традиционные детали в стиле Шанель, это клапаны, карманы. У Галицы были выбраны Шанель специально, чтобы подержать ракошку, это фирменная фактура. Единственный нюанс, что мы отказались от классической застежки и решили использовать молнию, потому что это очень удобно, универсально, и можно создать вот такой пикантный элемент. Комбинезон сейчас на Ларисе без пояса, но можно воспользоваться вот такой деталью, как широкий пояс. И не обязательно он должен быть черным. Зеленый хорошо комбинируется с темно-синим, с вишневым, с баклажановым. Таким образом мы подчеркиваем талию. Мы подобрали специальные сапоги, такие утонченные, тоненькие, на шпильке. Показали красивую щиколотку Ларисы. У нас получился интересный комбинезон, в котором Лариса сможет ходить в разные места и в различных жизненных ситуациях он ей пригодится. А еще знаете, что я подумала? Комбинезон – это решение из вечной женской проблемы нечего надеть. Вот представьте так, открываете гардеробную или шкаф, а там полно всего. Есть платья, блузы, юбки, джинсы, брюки. Но все это уже было. А не было чего? Не было комбинезона. И может быть стоит задуматься о том, чтобы он появился. Телемедицина в Челябинске. Эту инновацию в числе первых у нас внедрили в клинике «Источник». Теперь пациенты имеют возможность получать консультации врачей разных специальностей дистанционно. Телемедицинская консультация будет эффективна в том случае, если пациент уже был у врача и теперь обращается с целью интерпретации анализов назначенной динамики или уточнения диагноза или коррекции назначенного лечения. На сайте клиники «Источник» и на ее страницах в соцсетях есть видеоролик с пошаговой инструкцией, как зарегистрироваться и записаться на прием. Нужно зайти на сайт клиники «Источник», найти вход в личный кабинет, авторизироваться через портал госуслуг и, оказавшись в личном кабинете, выбрать нужного вам специалиста, дату, время консультации и оплатить услугу. На этом процедура оформления телемедицинской консультации закончена. Первичному пациенту на онлайн-приеме специалист дистанционно сможет составить план обследования и дать рекомендацию к врачу какой специальности лучше записаться на прием. Пациенту, который ранее не был у врача, к которому обращается на онлайн-консультацию, нужно понимать, что в рамках такой консультации невозможно выставить диагноз, назначить лечение. И дистанционно врач может порекомендовать специалиста, к которому необходимо обратиться, скорректировать или назначить план обследования или провести беседу о профилактических мероприятиях при том или другом заболевании. Расписание телемедицинских консультаций открыто у врачей разных специализаций, в том числе и узких – эндокринолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколога и других. Это особенно важно для людей, имеющих хронические заболевания. Вы – женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас Image Club Светлана объявляет набор в проект «Модель Х-Плюс». Подробности по телефону 263-57-37 Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате no comment в завершении выпуска. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok